Азбука потребителей Услуг ЖКХ новое пособие Поможет многим рязанцам грамотно Организовать жилищные кооперативы И товарищества Скрытые патрулирования За правонарушителями на рязанских дорогах Престально наблюдают камеры Сотрудников ГИБДД Вред интернета, куда обратиться За помощью в борьбе с интернет-зависимостью Рязанцам Представили так называемую азбуку Для потребителей услуг ЖКХ Она является первым учебным пособием в стране И предназначается для тех Кто решил повысить уровень знаний В сфере управления многоквартирными домами По сути, давно следовало бы выпустить Подобный бестселлер Ведь гражданам ни в школе, ни на улице Не рассказывают о том, куда и по каким вопросам Следует обращаться В случае, если они решили организовать К примеру, ТСЖ Иван Крестьянинов расскажет обо всем более подробно Азбука ЖКХ По коммунальной безграмотности В Рязани представили азбуку Для потребителей услуг Жилищно-коммунального хозяйства Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Валерий Матюхин Отметил, что издание является Первым российским подобным учебным пособием Оно предназначено для тех Кто решил разобраться в сложностях И перепятиях жилищного кодекса И не только Какая информация должна раскрываться Управляющими компаниями В какие организации может обратиться гражданин Если его права ущемленные И какие документы, в какие сроки И когда представить Авторы азбуки считают Что необходимость объяснять предмет Деятельности жилищно-коммунального хозяйства Связана с тем, что большинство россиян На сегодняшний день Не имеют о нем, к сожалению, никакого представления Среднестатистический житель Многоквартирного дома считает Что все, что расположено за его квартирой Является заботой публичной власти Но никак не владельцев квартир в этом доме Данное представление, по мнению создателей азбуки Нужно менять Жильцам многоквартирных домов Пора брать все в свои руки Чиновники на азбучных истинах Останавливаться не собираются К выходу готовятся другие пособия В настоящее время мы готовим Ряд документов Которые будут направлены По отдельным направлениям Которые будут направлены на детализацию Это отдельное положение азбуки Применительно к нашим региональным условиям Печатная версия азбука ЖКХ Вышла довольно ограниченным тиражом Но электронная версия книги Выложена на сайтах профильных министерств Кроме того, веб-версии Направлены для размещения На сайтах администрации муниципальных районов Иван Крестьяинов, Дмитрий Беляев Телекомпания «Город» Есть преступление, будет и наказание Некоторые любители агрессивного вождения И просто злостные правонарушители До последнего были уверены в том Что их стиль езды Останется незамеченным И уж тем более безнаказанным Сотрудники автоинспекции Начали вести скрытые патрули Направленные на выявление В городе таких вот лихачей Аляси Харлина понаблюдал И за работой автополицейских Как выглядит чудо-автомобиль Мы показывать не будем Пусть его марка останется небольшой интригой Внешних различий с любой другой Припаркованной машиной Вы точно не найдете Разве что водитель в форме инспектора Дело в том, что данное мероприятие Проводится уже в служебное время Поэтому сотрудник находится в форме Но в гражданском автомобиле Для того, чтобы не привлекать Внимание личное к себе И таким образом производится видеосъемка Единственный помощник инспектора Небольшая видеокамера Которая внимательно фиксирует Все, что происходит Например, на светофорах Инспектор как бы постоянно следит За обстановкой на перекрестке В случае, если требуется Камеру переместить То есть снимать не эту часть А вот эту, например Да, то есть спокойно Это все осуществляет С помощью такого патрулирования У нас выявляются в основном Три административных правонарушения Это остановка перед стоп-линией Остановка на пешеходном переходе И проезд автомобиля На запрещающий сигнал светофора Проект пробный И скрытый патруль в городе Пока всего один Но буквально за час съемки Удается выявить двух-трех нарушителей А главное привлечь их к ответственности Работа чем-то похожа на операторскую Готовую съемку копируют на компьютер Еще раз внимательно просматривают Выписывают тайм-коды И приглашают главного героя То есть нарушителя В принципе это нарушение Но хотя для маршрутных транспортных средств Вроде как это не нарушение Не стоит полосы поворачивать За это их не привлекает Но в принципе это неправильно На самом деле практика это общемировая Члены общественных советов Не раз поднимавшие вопрос О нарушителях на дороге Уверены бороться с теми Для кого водительская этика Пустое место Нужно всеми доступными способами В нашем городе первыми Пристального внимания Удостоились водители маршрутных такси Их проще идентифицировать В большом потоке Пойди разберись Кто кому сегодня одолжил авто И проезжал ли вообще На данном перекрестке А вот путевой лист Значительно увеличивает шансы Найти и наказать хулигана Ну вот таким вот образом Все происходит Вот то есть видно Номер маршрута Марку Участники дорожного движения К новшеству привыкнуть К новшеству привыкнуть еще не успели Те, чьи именно уже попали в протокол Отреагировали с пониманием Не оспаривает Все с улыбочкой соглашаются Деваться тут некуда уже На каком перекрестке Скрытый патруль Припаркуется в очередной раз Неизвестно Так что на всякий случай Повторите правила дорожного движения Особенно если отвечаете Не только за свою жизнь Но и за жизнь пассажиров Сегодня найти друзей По интересам проще всего Через социальные сети Молодежь быстро втянулась В такой ритм Многие уже и дня Не могут провести Без интернета и гаджетов Что как известно Порой заканчивается Для них не лучшим образом Перечислять все последствия Вытекающие из интернет Зависимости можно долго В Рязани кстати Появилась организация Обратившись в которую Граждане могут получить консультацию И узнать какие существуют Интернет угрозы Подробности в сюжете Ольги Харламовой Компьютер сейчас есть Практически в любой семье Дети свободно пользуются интернетом Тут много интересного Можно поиграть в любую игру И почувствовать себя Супергероем в интернете Но вот неприятности от этого Уже могут быть в реальной жизни Даже взрослые люди Часто попадаются в интернете На уловки мошенников Что уж говорить про детей Они доверчивы, наивны И в силу своей любознательности Могут подвергаться серьезной опасности Путешествуя в просторах Всемирной паутины Ребенок погружается в большой поток информации В том числе и вредный Тут и реклама табака Алкоголя, азартных игр Порнографические сайты Пропаганда суицида Были случаи, когда через интернет Вовлекали детей к подготовкам теракта Конечно, нельзя сказать однозначно Интернет для ребенка зло Тут можно найти много полезного И познавательного Развивающего Да и в наше время без знаний компьютера Не обойтись Поэтому отказаться от него не получится Для того, чтобы объяснить родителям, как уберечь свое чадо от опасности интернета и избежать трагедии, в Рязани появилась некоммерческая организация Центр защиты детей от интернет-угроз Наш центр создался относительно недавно Только 3 ноября Находимся мы на Маяковского, дом 57 Напротив центрального рынка На нашей базе ведется прием родителей Прием детей Мы проводим психокоррекцию Консультации родителей Вот всякие бывают ситуации, с которыми сталкиваются дети Бывают и моменты, когда их травят Бывают моменты, когда они попадают в руки преступной среды Вот эти моменты мы готовы обсудить с родителями в режиме прямого диалога и компетентных специалистов Родители должны помнить о том, что нередко в сети промышляют педофилы, мошенники, сектанты Опасные различные интернет-знакомства Кто знает, что за человек пишет ребенку под видом виртуального друга? К тому же эти угрозы периодически пополняются Сегодня одно, завтра другое Сейчас вот наиболее обширная угроза терроризма И как бы эти угрозы пополняются Мы должны родителей просвещать На базе всех школ, на базе всех учебных заведений Будут организованы семинары С привлечением специалистов Вот приглашаем родителей Приходите на наши семинары Мы озвучим все проблемы, которые Имеют место быть в сети интернет У нас есть интернет-сайт www.chilt-security.net Там указаны все наши контакты У некоторых детей теперь появилась компьютерная зависимость И зависимость от компьютерных игр А это уже можно назвать психологическим заболеванием Которое вполне способно испортить жизнь Появляется желание постоянно увеличивать время Проведенное за компьютером Причем как посещать сайты, чаты, социальные сети Так и играть в игры И появляется зависимость От которой могут быть материальные потери Ведь своего героя в игре нужно прокачать И вложить реальные деньги Из-за пристрастия к компьютерным играм Бывали даже случаи суицида Вопрос интернет-зависимости Это очень серьезный вопрос И он подпадает под термин Так называемой компьютерной зависимости Есть еще селфи-зависимость Гаджет-зависимость И подобные формы Это современные формы Нехимических зависимостей Я вам скажу, что данным формам зависимости Подвержены более 70% подростков Так что, как говорится Предупрежден, значит вооружен Лекцию для родителей провели В Центре детского творчества «Сатурн» В дальнейшем такие встречи Планируется провести В других образовательных учреждениях А в эту организацию Родители могут обратиться анонимно Поэтому не стоит стесняться Важно решить проблему И защитить ребенка Ольга Харламова, Михаил Лазуткин Телекомпания «Город» На северной окружной дороге Появилась новая АЗС После масштабной реконструкции Недалеко от поворота На улицу Солнечная Открылся автозаправочный комплекс Сети «Импульс» Машина не роскошь, а средство передвижения Потому каждый автомобилист Обязан задумываться о том Что он заливает в бензобак Насколько качественное топливо Ведь напрямую от этого Зависит срок жизни транспортного средства Компания «Импульс» Чуть более полугода работает На рязанском рынке Но клиенты этих автозаправочных станций Уже убедились в качестве Предоставляемого нефтепродукта Сегодня в Рязани открылась еще одна Седьмая по счету автозаправка «Импульс» Мы ориентируемся на спрос Наших основных потребителей Наших клиентов И мы знаем, чтобы завоевать доверие Наших клиентов Мы в первую очередь Следим за качеством топлива Качеством нефтепродуктов Реализуемых на наших станциях А также высоким уровнем сервисного обслуживания Качество топлива обеспечивается Ну, во-первых, тем, что мы работаем Только с проверенными поставщиками нефтепродуктов Это Рязанский нефтеперерабатывающий завод И Московский нефтеперерабатывающий завод Это те производители, которые зарекомендовали Уже себя на этом рынке Давно существуют И, в общем-то, мы доверяем им Новый автозаправочный комплекс «Импульс» Открылся после масштабной реконструкции На северной окружной дороге Это шесть топливораздаточных постов Кафе, магазин товаров В дорогу зоны бесплатного Wi-Fi Здесь же клиенты могут бесплатно подкачать шины На своих авто Помимо этого, в честь открытия Компания «Импульс» организовала специальную акцию В честь открытия на нашем автозаправочном комплексе Проходят акции Первое – это то, что всем клиентам Которые сейчас еще не обладают нашими бонусными картами Системы лояльности Мы предлагаем абсолютно бесплатно оформить наши карты С которыми они смогут заправляться на всех автозаправочных комплексах «Импульс» Второе – это всем, кто заправляется сегодня и в ближайшие дни После открытия мы предлагаем в подарок стеклоочиститель, пятилитровую канистру Такую погоду, согласитесь, весьма приятный и полезный бонус Сегодня на рынке розничной реализации нефтепродуктов существует огромное количество брендов В такое время топливным компаниям необходимо не просто оставаться на плаву Но и быть конкурентоспособными И каждый положительный отзыв довольного клиента является очередным козырем в копилке предприятия Во-первых, мы заправляем весь свой корпоративный транспорт У нас достаточно серьезная эксплуатация этого транспорта Поэтому опыт показывает, что мы... Хорошее качественное топливо, замечательное обслуживание, красивый очень формат обслуживания Мы прекрасно понимаем, что качество топлива влияет на качество работы автомобиля Сегодня дорогие у нас запчасти, как говорят наши предприниматели И, соответственно, любое топливо, которое влияет на качество, дорого, входит в ремонте И, соответственно, приятно нам то, что действительно создаются плюс рабочие места В столь тяжелое время и для города, и для страны открытие новых предприятий Тем более в таком качестве это веха достаточно серьезная и показатель Что наши предприниматели рязанские, они адаптировались уже к существующим условиям Что город помогает этим предпринимателям Высококвалифицированный персонал компании «Импульс» контролирует процесс доставки реализуемого продукта На всех этапах его следования От завода до заправочной станции Это один из важнейших факторов качества нефтепродуктов Несомненно, количество постоянных клиентов и их положительные отзывы Это лучший показатель того, что компании «Импульс» удается удовлетворять все запросы современного потребителя Новая АЗС расположена по адресу Северная окружная дорога, строение 5 На сегодня это все новости, которыми мы успели поделиться со зрителями Смотрите далее программу подробности Ну а День города прощается с вами до завтра Спасибо, что были с нами, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»